Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами сделать видео из разряда «Собирайся со мной». Мы будем делать абсолютно легкий, абсолютно простой ежедневный образ. Для меня это такая вот прям правильная, хорошая девочка с накрученными, убранными волосами, со скромным макияжем, со скромной одеждой. В принципе, нечто подобное можно использовать, как я уже сказала, каждый день, может быть в школу. Наверное, для школы все-таки данный макияж будет ярковат. Помню, меня очень сильно ругали за макияжи в детстве. Они, наверное, просто не знали, что в итоге я вырасту блогером. В институт, на работу. То есть такой вот абсолютно ежедневный стандартный образ. Будет использовано много-много-много продуктов, а обо всех расскажу подробнее в видео. Так что, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. Начинаем мы, конечно же, с укладки волос. Я буду использовать пену для горячей укладки от Vela. Очень она мне понравилась, хорошая. Но я бы не сказала, что это фиксация 5. Все-таки волосы достаточно подвижны. И одно из моих любимейших средств от Davines – это такой спрей для прикорневого объема. С ним ни в коем случае нельзя перебарщивать, потому что волосы могут прям залепиться прям очень-очень сильно. Он такой, как будто бы как лаковый. И нужно обязательно очень-очень хорошо прожарить кипятком практически ваши волосы. То есть сушить прям на самой-самой-самой сильной позиции. Накручиваться я сегодня буду плойкой от Babyliss. Я считаю, что это просто открытие 2014 года. Супер! Ну, согласитесь, реально до этого не было вот таких вот штуковин, да, которые сами накручивают ваши волосы. Здорово! Мне все понравилось, я обожаю эту штуку. Единственное, что, конечно, ну, все равно, как в любой накрутке, удобнее, чтобы кто-нибудь накручивал тебя. Потому что, ну, все равно не всегда видно, что там сзади. Ну, как бы, ну, это просто вот такая технология накручивания своей головы. Но, в принципе, и самой справиться тоже можно. Получатся такие вот очень натуральные, спокойные волны, кудряшки. В принципе, как бы, что еще можно сказать про этот прибор? Да, прикольно. Единственное, я думаю, что для обладательниц очень тяжелых волос он вряд ли подойдет. Потому что, ну, вот я кручу свои волосы на самой третьей горячей температуре, да. И, как вы видите, это не такие прям забитые плотные кудри. Что у нас с макияжем? Опять-таки, мое открытие 2014 года, я, по-моему, все уши уже вам прожужжала, про тональные кремы Clinique, линейка Stay Matte, по-моему, она называется еще, матовая линейка. Я сейчас использую девятку и шестерку, смешиваю, наношу. Бальзамы EOS, куда без них? Ну, бальзамы EOS, это, конечно, баловство, они именно ежедневные бальзамы. Если у вас убиты губы в хлам, и вы хотите накрасить быстренько губы, то у вас ничего не получится. Для бровей я сейчас очень часто использую палетку от Анастасии Беврили Хиллс. Я прям про нее вспомнила. Вот она, та самая волшебная кисточка. Супер, супер вещь. Единственное, что я пользуюсь именно тенями, а не всеми вот этими наборами трафаретов. Я считаю, что они довольно-таки бесполезны. База NYX кисточки. Кстати, база NYX из дешевых очень-очень хорошая. Палетка Naked 3. Опять-таки, обожаю. Вот насколько я не сдружилась со второй, потому что вторая палетка Naked холодная, то третья это прям бомба. Единственное, что в основном я из нее использую вот эти вот такие базовые растушевочные оттенки, поэтому я подумываю, что нужно будет себе брать Naked Basic, да, то есть что-то такое. Вспомнила я про свою старинную палетку от Dior, которую я покупала в Черногории, вспомнила, что там есть такой красивый серый-голубой цвет. Мне кажется, вот такой цвет теней, это вот прям вот такая хорошая-хорошая, замечательная девочка. Карандаш Color Rich от L'Oreal. Я рисую не стрелку, я просто оформляю реально ресничный край, чуть-чуть просто выхожу за него и растушевываю. Вообще ничего сложного. Супер, попробуйте. На самом деле карандаш реально хорош для растушевки. Абсолютная новинка от Benefit тушь Roller Lash, которая заменяет нам щипчики. Она должна подкручивать реснички и все в этом духе. Пока не могу сказать окончательное мнение, потому что тушь очень сложная. Это та самая тушь, которой нужно дать раскраситься. Первые два раза, ну три уже я ей пользовалась, результат каждый раз разный. Все-таки слишком она жирноватая, посмотрим, что будет в будущем. Господи, сверкалка, блестелка от MAC. Просто наношу ее на виски, чуть-чуть на лоб. Бронзер Клиник. Да, это тоже открытие 2014 года, обожаю его, супер вещь. Классно, классно, классно. Я не знаю, если у кого-то еще нет бронзера от Клиник, то обращайтесь, как бы, обязательно нужно брать. Еще одна моя новинка, это такое интересное мультифункциональное средство от Yves Saint Laurent. Это и помада, и румяна. Очень классно. И еще у него такой тонкий запах именно продуктов Yves Saint Laurent. Блин, я просто обожаю это средство. Вот что у нас в итоге получилось. Такая хорошая девочка из вещей. Я не знала, что надеть наверх, поэтому я показываю вам вот такую вот черно-синю, синю-сапфировую колечетую кофту. Ну, не знаю, мне она нравится. Она такая сиротская, но что-то в ней есть. Джинсы. Джинсы сидят не идеально. Знаете почему? Потому что это утепленные джинсы. Я не думала, что я доживу до такой старости и буду переться с утепленных вещей. Но они реально крутые. Когда вот сейчас стало попрохладнее, пускай моя попа в них выглядит не совсем идеально, зато ей очень тепло. И вот эта кофточка, в которой я начала видео, обожаю ее. Она такая серо-черная, такая вот прям попури. Еще у нее клевая баска, то есть она прикрывает мои жирные бачка. В общем, я ее обожаю. Мне кажется, она мне очень идет. Большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, девчонки, вам было интересно, все понравилось. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok